Ну, с самого-самого начала создания кислородной косметики. И откуда это всё взялось? Что это такое вообще? Зачем нам нужен с вами кислород? Ну, и так, мы понимаем, кислород — это не просто восьмой элемент таблицы Менделеева. Это довольно важный ингредиент, который участвует во всех важных биологических процессах. Для чего он нам нужен? Но прежде всего, кислород — это энергия. Мы это с вами знаем. И кислорода нам всегда хронически не хватает. Например, в больших городах кислорода вообще очень мало. Наверное, в Минске более-менее нормально с этим стоят дела, потому что у вас не так много машин, не такая плотная застройка, и все предприятия находятся где-то там. Итак, как вы себя чувствуете, когда вам не хватает кислорода? Давайте ответим на мои вопросы. Поднимайте руки, поднимайте пальцы и так далее. Спите вы меньше восьми часов в сутки? Да. Работаете вы больше восьми часов в сутки? Пьете больше пяти чашек кофе в день? Нет. Нет? Ну трех достаточно. Ваша работа связана с эмоциональным стрессом? Нет. У вас есть уже какие-либо хронические заболевания, и вы часто испытываете ощущение усталости, вы мучаетесь бессонницей. Если вы ответили положительно хотя бы на три вопроса, вам действительно не хватает кислорода, вам немного не хватает энергии. И где же его взять дополнительно? Но прежде всего кислорода должно быть в атмосфере 21%. Такое количество кислорода обычно мы наблюдаем на берегу моря, где-нибудь в лесу и так далее. Высоко в горах нет, там немножко иная история. Но обычно, например, в центре Москвы кислорода едва ли 14%, а где-нибудь в Мехико и того меньше. Поэтому кислорода нам действительно хронически не хватает. И более того, когда вы дышите, примерно четверть того кислорода, который поступил в ваш организм, тут же заперет головной мозг. Остальное достанется сердцу, потом печени, почкам и другим очень важным органам. И это тоже очень важно. Ну а кожа? А кожа получит кислород по остаточному признаку. И вообще все это устроено так, что кожа вообще просто получает кислород двумя путями. Первое, получает кислород из сосудов, которые у нас находятся во втором слое кожи. А еще кислород получает извне, из воздуха. И самое главное, что кислород, который поступает из воздуха, которого не хватает, это тоже, в общем-то, достаточно сложная история. Потому что с возрастом производит масса уже негативных процессов. И для чего нам нужен кислород? А кислород нам нужен в коже для того, чтобы... Ну, в организме понятно, чтобы осуществлять глобальные физиологические процессы. Это важно. Если вы испытываете усталость, если вы чувствуете себя плохо, и цвет вашей кожи ваш не радует с утра в зеркале, ваш интерфейс выглядит не так, как вам бы хотелось. Это все говорит о том, что вы испытываете хроническую гипоксию. Но, кроме всего прочего, кислород для кожи, он важен для чего? Во-первых, он участвует во всех процессах синтеза очень важных веществ. Гиалуроновой кислоты, коллагена, ферментов и всего остального. Кислород участвует в процессе деления клеток, потому что это важная энергетическая молекула. Нет кислорода — нет вообще ничего. Ничего не происходит. Но представьте себе тусклую лампочку, горящую где-то там в глубине коридора, и энергии просто не хватает. И как только вы увеличиваете энергетический потенциал этой лампочки, она загорается ярко. Это кислород для вашей кожи. На самом деле, история создания кислородной косметики, она как раз сопряжена с тем, что всегда хотелось доставить кислород дополнительный в кожу. Были разные попытки. Делали кислород насыщенные масла, которые, как выяснялось, окислялись и приносили в кожу еще свободные радикалы. Делали какие-либо специальные вещества, в которых пытались растворить кислород, ничего не получалось. И тогда, на самом деле, мы обратили внимание на одну важную, очень важную находку и на одно очень важное исследование, которое проходило тогда еще в Советском Союзе. Это создание искусственной крови. Ну, мы с вами знаем, что донорской крови всегда не хватает. Ее не хватает и до сих пор. И проблема донорской крови всегда стояла достаточно остро. И, собственно, где-то в начале 70-х годов многочисленные учреждения научные получили задание правительства, тогда еще СССР, создать искусственную кровь. И над этим работало более 40 медицинских учреждений. Представьте, 40 медицинских учреждений. И количество инвестиций было вообще введено во все это исследование. И такая эмульсия была создана, эмульсия, которая называлась перфторат. И зарегистрирована она была в 1996 году. И тогда, собственно, прошла все клинические испытания. Но оказалось, что это не просто еще компонент переливания крови, который с легкой руки журналистов назывался голубая кровь, потому что, если вы посмотрите на просвет, эта эмульсия будет ополистировать голубым цветом. Оказалось, что эта эмульсия представляет из себя частицы, размер которых в 100 раз меньше, чем размер элитроцита. И вот эта частица, внутри которой есть кластеры, пустоты, прекрасным образом схватывает и удерживает кислород. И более того, она способна протиснуться в самый запустевший капилляр, в самый спазмированный сосуд. И оказалось, что у него действительно есть масса положительных других историй и свойств. Например, перфторат прекрасно растворяет тромбы, разжижает кровь и способствует доставке кислорода в самые запустевшие участки нашего организма. Оказалось, что перфторат лечит, например, диабетическую стопу, лечит прекрасным образом облитерирующий энтертерит, потому что расширяются сосуды. Например, введение в вену тогда перфторана всего лишь 10 мл больным с облитерирующим энтертеритом, которые приезжали на инвалидных колясках и уходили оттуда своими ногами, и больше не возвращались и не вспоминали об этой болезни. А диабетическая стопа, перфторан спас от ампутации очень многих пациентов, у которых были уже серьезные проблемы. И это еще не все. С помощью перфторана лечили эрозии в шейке матки, например, всевозможные проблемы, связанные с недостаточностью плаценты. С помощью перфторана лечили заболевания глаз, и до сих пор в институте Федорова используют этот препарат для лечения всевозможных проблем зрения, особенно воспалительных проблем и так далее. И получают 100% восстановление зрения. И это действительно уникальный продукт. Уникальность его заключается еще и в том, что он химически инертен. Он не токсичен, он не вступает с вашим организмом ни в какие отношения. У нас нет даже фермента, который мог бы его каким-то образом разрушить. Поэтому он совершенно, абсолютно безвреден. Более того, удивительно, что он действительно обладает способностью растворять чистый кислород, молекулу О2. Никаких радикалов там тоже нет. И даже с кислородом он не вступает ни в какие химические отношения. В эти кластеры, которые есть внутри эмульсии перфторана, попадает кислород. И, собственно, он в целости и сохранности доставляется в организм. Но в нашем случае в кожу. И тогда Фаберлигу достался, и мы сделали уникальный патент. Мы исследовали действия уникальной эмульсии на кожу. И обнаружили, что он действительно обладает способностью переносить кислород в глубокие слои кожи. И более того, мы создали формулу, которая адаптирована уже к коже и обладает еще более активными свойствами. И в течение всех 20, уже, по-моему, 7 лет, мы занимаемся тем, что только усовершенствуем наши молекулы, делая ее полифункциональной, придавая ей дополнительные свойства. И, собственно, сейчас я попозже вам расскажу и про следующее поколение кислородной косметики. Те, кто будет завтра услышать полноценную презентацию, а сегодня, ну, по крайней мере, фрагменты этих новых препаратов, о них я тоже, естественно, вам расскажу и кое-что даже покажу. Кроме всего прочего, у перфтороорганических соединений есть еще способность заживлять раны, есть способность лечить ожоги. Кстати, противоожоговый эффект – это один из наших первых патентов. И удивительно, чтобы доказать, что при нанесении на кожу действительно кислород проникает, мы провели исследование. На кафедре общей хирургии первого московского медицинского института мы взяли женщин в возрасте от 18 до 80 лет и наносили им препарат на одну половину щеки. И с помощью специального прибора, прибор называется, это специальные электроды Кларка, которые позволяют померить так называемое парциальное давление кислорода в коже. Вот это же газ, поэтому это как и атмосферное давление, измеряется в миллиметрах ртутного столба. Поэтому препарат женщины наносили наш кислородный бальзам. И через 15 минут после нанесения препарата парциальное давление кожи начиналось резко повышаться. И удивительно, что если вы условно молодая девушка, вам 18 лет, у вас нет хронических заболеваний, вы не курите, не пьете, не ходите по ночным дискотекам, у вас нет вообще никаких вредных привычек и так далее. И вовремя ложитесь спать, как у вас принято в Белоруссии, после 10 часов все темно. Поэтому, да, как только мы наносим этот препарат, наш кислородный бальзам на кожу, особо ничего не происходит. Ну, парциальное давление повышается примерно на 8%. Это что означает? Это означает, что никакого избытка и перезбытка кислорода не будет. И ожидать, что что-то произойдет, этакие какие-то окислительные реакции, в общем-то, мы этого никогда не видели. Далее, кроме всего прочего, если вы дама нефертильного возраста, вам уже далеко за 70, за 60, за 70, неважно, и у вас уже в анамнезе накопилась масса всего неприятного для вашего организма, и у вас есть уже, были бы, и, может, продолжают быть вредные привычки, то тогда при нанесении препарата на кожу уже через 20 секунд парциальное давление кислорода резко возрастает, в среднем на 60-80%. То есть весь кислород, который поступил на поверхность кожи, мгновенно усвоился клетками кожи, и это, в общем-то, дополнительная порция энергии. Кроме всего прочего, оказалось, что у наших перфторорганических соединений, у нашего прекрасного аквафтема, есть еще один механизм воздействия на кожу. Нобелевская премия 1998 года показала, рассказала, точнее, ученые доказали, что в нашем организме, внутри сосудов, образуется главная молекула, оксид азота, которая руководит всем процессом кровообращения в нашем организме. Она регулирует артериальное давление, она способствует распределению крови и так далее. То есть, если где-то не хватает кислорода, выбрасывается оксид азота, расширяются сосуды и улучшается кровоснабжение. Так вот, оказалось, что перфторорганические соединения, перфторан и наш аквафтем обладают вот такой мощной способностью индуцировать выброс этой самой центральной молекулы. Кстати, так работает нитроглицерин. Таблетка нитроглицерина под язык, выброс оксида азота в коронарных сосудах и результат снятия стенокардийного приступа. Вот кожа получает точно такой же заряд, выброс энергии. То есть, перфторант, помимо кислорода, который он доносит извне, он еще его усиливает, приток этого кислорода изнутри. То есть, улучшает кровоснабжение. А наша кожа устроена очень хитро. Верхний слой кожи, в общем, все, что вы видите в зеркале, ваш роговой слой, эпидермис, это защитный в основном слой, у него много функций, но там нет кровеносных сосудов. Вот, собственно, этой коже нужен кислород снаружи. И как же получает наш эпидермис кислород? Из сосудов, которые примыкают из второго слоя кожи, из дермы к базальной мембране, которая соединяет эпидермис и дермы. Но с возрастом опять происходят всякие неприятности. Сосуды истончаются, они становятся склерозированными, спазмированными и так далее. Отрывается эпидермис от дермы, образуется зазор, а мы видим с вами обвисшая волныца в ответ и так далее. Собственно, уже кислорода опять не хватает. Поэтому вот этот механизм стимуляции дополнительной микроциркуляции кожи, это тоже он очень важен. Поэтому вот эта глобальная физиологическая история, то есть это не просто некая молекула, которая действует на какую-то конкретную мишень, клетку и так далее. Кислород и транспорт кислорода, наш органический аквафтен, это уникальная совершенно система трансдермального, то есть внутрикожного транспорта кислорода. И все это в совокупе привело к созданию кислородной косметики. И надо сказать, этот термин тоже придумали мы. И проблема гипоксии, недостатка кислорода, она волнует, в общем-то, научное сообщество и до сих пор. Ну, примером тому, последняя Нобелевская премия, которая была дана в 2019 году. И в 2019 году трое ученых, двое американских, один английский, получили Нобелевскую премию за исследование. То есть они сообщили миру, что у нас с вами в организме есть так называемая тревожная кнопка, которая срабатывает, если нам не хватает кислорода. Очень многие это испытали на себе, когда болели ковидом, когда страдали проблемами недостатка гипоксии. И, собственно, эта тревожная кнопка тут же сообщает всему организму, что нужно немедленно начать быстро производить эритроциты, красные кровяные тельца. И организм начинает напряженно включать фабрику производства красных кровяных телец. И вроде бы как начинает все это работать. Но такой механизм, например, имеют раковые клетки. И в обход условно такой, то есть они начинают включать тревожную клетку и забирают весь кислород и все, что нужно себе. Поэтому это открытие, например, это один из способов лечения анемии, онкологические заболевания и так далее. Ну а в нашем случае доказательство того, что кислорода мало, много не бывает. Нам его всегда мало, потому что наша жизнь запряжена со стрессом, со всевозможными событиями. Ваша любая эмоциональная реакция это всегда избыток поглощения кислорода. Вы пошли в спортивный зал, это тоже кислорода вам потребуется больше. Поэтому кислород это жизнь. Это мы с вами знаем. И если его не хватает, то из одной молекулы глюкозы образуются всего четыре энергетические молекулы. А если кислороду будет достаток, вы дышите полной грудью, и мы привносим его извне дополнительно, то будет образовано 38 молекул энергетических. То есть наши энергостанции будут работать на полную мощность, а наша кожа будет только молодеть. Ну это такое вам краткое объяснение, зачем нам нужна кислородная косметика, каким образом мы создали все наши прекрасные препараты. И наши 34 патента, которые существуют сейчас, это огромный пласт наших научных исследований. То есть все, что я произношу, например, стимулирует синтез коллагена. Это не просто слова, это всегда клиническая доказательная база. И сегодня мы с вами рассмотрим...